процентов 90 здесь все безобразно здесь неправильно за летнее время может если оторвать там будет плесень грибок года полтора значит мы эти полушария делали отливали администрация может в этом вопросе помочь помочь наверное нет конечно тоже обеспокоены данной проблемой всем привет это северодвинск в деталях и сегодня про архитектуру вы только взгляните на эти колонны лепота у каждого городского жителя есть место куда хочется возвращаться снова и снова для меня в северодвинске это безусловно проспект ленина на фоне вездесущей рекламы и разрушающихся архитектурных элементов северодвинске стали появляться целые сообщества активистов которые готовы всеми силами отстаивать исторический облик любимого города огромная проблема с наружной рекламой она не только портит внешний облик исторических зданий но и опасно для стен и даже для жителей об этом говорят активисты серьезным вопросом на реальных примерах разберемся с инициатором создания дизайн-кода северодвинска это как в крупных городах наглядная инструкция для предпринимателей в которой указано как можно обозначать свои магазины и офисы а как нельзя олег но мы с вами сейчас идем по наверное самой красивой улице города проспект ленина здесь сохранилась вот эта вот сталинская архитектура расскажите с точки зрения рекламных конструкций насколько все безобразно здесь и насколько мы теряем вот в образе города ну процентов 90 здесь все безобразно здесь и неправильно можно посмотреть на все эти стены ну например вот некий зоомагазин например зоомагазин в правилах благоустройства строго написано что окна и витрины должны быть открыты а правила благоустройства они с точки зрения чего сделаны как раз сохранение максимально внешнего облика вот подобных зданий не облик архитектуры прежде всего прежде всего это главная задача реклама не должна давлеть над архитектурой ни в коем случае она должна подчиняться архитектуре у вас в социальной сети вконтакте есть группа называется дизайн код северодвинска то есть вы как бы так не на шутку отстаиваете до архитектуру города я пытаюсь людям объяснить как нужно делать правильно я беру старые примеры и делал фотомонтаж как на самом деле должно быть с точки зрения правил благоустройства города северодвинска муниципальное образование вот так они выглядят требования к размещению вынесет на территории муниципального образования северодвинска на красном фоне как нельзя это делать нельзя закрывать окна нельзя выше второго этажа устанавливать выиски все должно вот так простенько лаконично быть никто не имеет права на балконах размещать рекламу например сдаю в аренду или продаю свою квартиру это общепринятые правила или именно у нас северодвинска это именно у нас северодвинске то есть это отдел архитектуры управления разработала да есть хороший пример банк высота выиски не более 60 сантиметров все виталины открыты для исторического здания архитектуры они сделали правильнее сделали рекламу не на подложке не рекламу а выисково а именно выносные буквы то есть не меньше закрывают еще фасада получается да то есть смотреть приятно все порядке то даже еще и украшает да да тут проблема от запущенности идет прежде всего от аренды от аренды когда в одном помещении вмещается два или три магазина вот этот магазин директорский легендарный и что что мы видим люди начинают конкурировать сами собой хотя конкурентами не является они начинают вывешивать пестрые выиски то есть здесь мало того что как бы нарушение идет здесь еще и разные цвета да разные цвета более того они за этими выисками не ухаживают что прописано также в правилах благоустройства а ухаживать это что значит мыть их как минимум как минимум менять потому что здесь все выгорело и получается да то что из одного входа делается до трех до четырех выисок этого делать нельзя а может быть рекомендация простым жителям кто кого-то беспокоит тоже эта проблема может быть как с ней бороться как решать ну у нас сейчас каждый собственник своего дома и собственники своего дома должны все-таки обращать на это внимание вам любой риэлтор скажет что после капитального ремонта дома ваша квартира повышается в цене это закон соответственно если ваш дом загажен если приезжают арендаторы которые портят облик вашего дома соответственно квартира ваша будет ниже цене вот тоже хороший пример незаконные надстройки такие как козырьки вот эти козырьки мы с вами проходим здесь все незаконно например вот если даже собственники дома согласуют эту выиску она должна устанавливаться на определенной конструкции то есть например вот эта выиска на за время за летнее время может если это орвать там будет плесень грибок будет все что угодно это все будет проникать чтобы вентилировать конечно обязательно и здесь это кругом повсюду вот вот та вывеска она получается на конструкции висит да вывеска правильно она согласована она висит на конструкции проветривается вопросов к ней честно говоря нет вот мы сейчас стоим как раз у нового заведения так понимаю да вот у них вывеска ночи не открыто да насколько она она соответствует оно должно соответствовать ровно до этого момента отсюда до сюда потому что они здесь уже перекрывают архитектурные элементы в этом месте она незаконна и нужно депортировать но тем не менее по высоте 60 сантиметров даже визуально видно они уложились как менять положение в городе существует отдел архитектуры я думаю что там должен существовать какой-то штат людей которые должны все таки обходить или объезжать свой город хотя бы раз в неделю и следить за всем этим делом и это что касается рекламы есть у активистов и еще одна глобальная задача сохранить проспект ленина в первозданном виде ведь опасность рядом например расселенные ленина 3 и 5 вполне могут стать площадкой для застройки каким-нибудь суперсовременным не похожим на другие жилым комплексом а эти старинные заборы которые в общем то и составляют часть облика проспекта ленина вовсе позабыты с их консервации решили начать тем кому не безразличная история олег расскажите про вашу группу вконтакте мой северодвинск на что он нацелено да и какие уже дела сделаны значит общество мой северодвинск существует уже около пяти лет нас где-то порядка 12-13 человек постоянных участников значит и мы занимаемся и организация городских событий изучаем город пытаемся взаимодействовать с администрацией что-то менять направление благоустройства города одно из последних ваших дел это восстановление этого ограждения этого забора ходили мимо этого забора и как-то раз в общем то увидели что вот есть полушарий вот эти полушария хотелось бы восстановить значит довольно долго где-то на года полтора значит мы эти полушария делали отливали самостоятельно свои деньги денег на это ушло скажем вместе с тем небольшим ремонтом забора вернее не ремонтом а консервации забора которую мы сделали это порядка трех с половиной тысяч рублей это вас здесь вот да вот цементом выпад замазали да 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 ну вот изготовили мы восемь шаров вообще вот сама по себе это акция значит когда она планировалась забол забор не был разрушен буквально вот в этом году этим летом вот произошли вот эти вот необратимые процессы значит обрушилась несколько частей у забора потому что лето было сырое и вот надо обратить внимание что в городе на многих заборах в общем то серьезное обрушение подобные исторических да да значит и почему-то их никто не ремонтирует хотя этим надо заниматься наверное постоянно от этих заборов зависит внешний облик города и в частности проспекта ленин такие заборы вдоль всего проспекта ленина настроенные все они не в лучшем состоянии если планы консервировать и остальные но у нас нет таких больших сил то есть те кто хочет помочь восстановить в консервации подобных объектов можно вступать в вашу группу мой северодвинс да и каким-то образом организовываться немало вопросов накопилось в адрес управления градостроительства задать их попытаемся начальник управления антон михайлович давайте начнем с вопроса о наружной рекламе если в вашем управлении специалисты который вот осуществляет надзорную деятельность да действительно делаем город осозеленные зиминное отношение занимается в том числе и рекламными конструкциями в городе северодвинске мы выдаем решение на размещение рекламы конструкций а также в течение недели выявляем незаконно установленных рекламых конструкций или в том числе незаконные вывески на жилых и не на нежилых зданий и выдаем предписание собственную Mohammed ope данных рекламных конструкций ну вот одно из распространенных нарушения это закрытие витрин различными баннерами вот на проспекте ленина например такие выявлялись нарушения да такие нарушения наиболее часто на сегодняшний день я по ряду объектов недвижимости мы приводим в порядок работа выполнялась бы быстрее да если бы соответственно целый штат был посвящен этим рекламным конструкциям но к сожалению да в том числе у нас специалисты которые занимаются рекламой занимается и другой деятельностью как-то граждане могут помочь решение этого вопроса как-то фиксировать к вам обращаться да как правило просто делаются фотографии направляется в наш адрес обращения активисты с которыми мы общались очень боятся за так сказать сохранность проспекта ленина как такового от всего этого архитектурного ансамбля вот в первую очередь это касается ограждений администрация может в этом вопросе помочь помочь наверное нет конечно мы тоже обеспокоены данной проблемой это чаще всего обязанность собственников но к сожалению не управляющие компании не собственники да они хотят приводить порядок но не все некоторые да но и как обозначил это по по двум ограждениям они были принадлежащий вид то есть какого-то законного права не знаю потратить бюджетные деньги на восстановление именно этих заборов невозможно на сегодняшний день от такого алгоритма нет ну и по поводу знаменитых ленина 3 и ленина опять расселенных сталинских домов что планируется на этом месте у нас разработан и утверждена проект планировки восточного района куда в том числе и включены вот эти дома по ленина 3 и ленина 5 и определенные требования к размещению вновь для новых зданий на этих же местах то есть необходимо сохранить будет именно архитектурный облик исторический облик проспекта ленина согласовать в обязательном порядке с органом архитектуры администрации северодвинска ну и соответственно после чего можно будет построить эти здания в том же виде еще расскажите по поводу современного строительства как власть управление градостроительства может влиять на облик современных домов обязанности в предварительном согласовании архитектурных решений соответствует действующим законодательством к сожалению нету поэтому чаще всего мы видим архитектурный облик зданий которые на на которое планируется получение разрешения на строительство, только при подаче документов уже непосредственно выдача разрешения на строительство. То есть фактически причин для отказа в несоблюдении какого-то архитектурного облика его попросту нет. То есть сейчас, грубо говоря, облик нашего города через 10-20 лет в руках просто коммерческих застройщиков, которые, в принципе, как спланируют дом привлекательный? Да, конечно, но в том числе, ведь при разработке проектной документации, в том числе и участвуют архитекторы, которые специально учились на эту профессию. Ну, сторонние организации? Да, 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 конечно. Они поедут как-то усматривать, связывать с рядом стоящими зданиями, да? Да, конечно. А вот, кстати, и прекрасный пример открытых витрин. Смотрится красиво, предприниматель даже обновил обрамление. Чего и всем желаем. Это были Северодвинск в деталях. Пишите мне ВКонтакте или Инстаграм. Разберем все подетально. А пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok